Молодец. Абумановецко. Да, Василь. Кто это такой? Алло! Кто вы такой? Я из Западной Украины. Так, как звать, величать? Василь. Василь? Василий. Так, и что же вы хотели? Ну, я хотел несколько вопросов. Я читал ваши сайты относительно православия. Ну, и несколько у меня по этому вопросу возникло. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Говорите, пожалуйста, слушаю. Ну, например, первый вопрос у меня... У меня, ну, в основном три вопроса. Первый вопрос у меня, вот вы говорите православие. Но в Евангелии мы встречаем, что первый раз назывались христианами. Апостол Павел говорит, я подвязался за веру евангельскую. А почему православные христиане? Ну, это первый вопрос. А второй вопрос вы, короче, сделали... Ну, сказать, это переворот православия, ну, насчет армии, войны. Вот сейчас благословляет этот патриарх Всероссийский, благословляет на убиение там у нас на Украину солдата, потом в Сирию благословляет, и потом сколько много погибает, например, как в войне Первой мировой, потом всем отбивание в царство отправляет, которые умирали за Сталина, за Родину. Ну, а вы говорите, ну, что христианин в армию, ну, не должен идти. Это не наше дело. Значит, я с этим соглашаюсь, но все равно вопросы. Вот, например, я слушаю лекции этого православного, как его, он, ну, забываю память, у меня такая... Наверное, Осипов. Осипов, Осипов. Как вы смотрите, он говорил, если кто не идет в армию, защищает свой народ, это хуже неверного, такого даже надо предавать. И вот я его слушал, что это священное дело. И поэтому называют война священная, потому что и человек идет умирать за, ну, за родных своих, за народ свой, и он это благословляет, как бы. А у вас это наоборот. Как его принимать? Ну, и второе, о младенческом крещении там. Ну, в доме этого, как его, когда пришли, он рассказывал, в Курниле, в доме, как же, и все крестились, которые уверовали. А младенец, он еще, ну, как бы, у него нет никакого сознания, веры, он крещен или не крещен. Ну, это второй вопрос пока что. Ну, а третий у меня, тоже у меня, ну, как сказать, я вам расскажу краткую историю о себе. Мой отец был верующим, пятидесятником, обходил короче всех, а потом очутился, в конце концов, православие. Сказал, что это еретики. Но я в тот момент, он ходил в собрание, я с ним ходил. Я, ну, как бы, хожу в пятидесятнику. Ну, у нас, как вам сказать, все хорошо, ну, у нас, как пресс-фитер, учит, значит, все должны слушать. Если чего-то не согласен, значит, могут сказать, можешь к нам не ходить, иди там, ищи, как понимают. Ну, как-то дискуссии не очень, они любят эти глубины христианские рассматривать. Ну, и там, в тысячелетии, там говорится, что они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Как это? Когда умерли, а должны воскреснуть в конце времени. Кажет апостол Павел, я воскрешу это все в последний день. А тут, получается, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Как они, кто это живет, если сейчас тысячелетие, кто это воскрес и живет тысячу лет и царствует? Ну, эти три вопроса. Это не три у вас, семь вопросов уже сказали. Семь? Ну, может быть. Ну, первое, что православное. Это имя, то есть название, встречается с апостольских времен. Люди не знают Бога, и поэтому появляются ереси. А у еретиков все различное. Вот есть такие антитринитарии, был такой Арий. Они не признавали, что Христос есть истинный Бог. Они назвались Ариане. И чтобы отличаться от них, православное славит правильно Троицу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, то есть всегда и во веки веков аминь. Еретики этого сказать не могут. И вот это главное, что отличает православие. Правильно славить. А такого не было. Ничего. Церковь это не мертвая организация. Это тело Христово. Чего-то у человека не было. Растут веки, глаза больше делаются. Сам весь человек. Так и церковь. Она росла. Появлялись еретики, и церкви бросали вызов. И у церкви, естественно, появлялась форма поклонения. Одним перстом молились с апостольских времен. Это Кама Гридеши, говорит Сенкевич Генрик. Это говорят нам исторические книги. Жития святых. Дальше. Вы говорили, что вот война. Они считают, надо идти на войну. Ну, пусть он идет, воюет. Христос говорит. Ненавидь врага. А я говорю вам. А я говорю вам. То есть, ты шел на запад, а я говорю вам. Иди на восток. То есть, а я, это означает противоположно. То есть, совершенно другое. Враг голоден, накорми. Жаждет, напой. Вот наше оружие какое. Мы должны воевать с евреями, с мусульманами. Но оружие везде одно. Любовь. Мы должны показать им, что быть христианином, это дороже всего, когда же люди живут по святой Библии. Не по выдуманным каким-то преданиям. У православных этих преданий конца края нет, а Библию не знают. Она была спрятана от них. Девятьсот почти лет жили без Библии. В 1876 году только синодальный перевод появился. А крестились в 989. Как народ-то жил-то? Все время говорили, да святится имя твое, а имя Христа и не знали. Бога-то. Бог Егова. Даже это спрятали. Это надо сказать. Слово Егова, имя Божие, восемь раз в Библии написано. И больше семи тысяч раз под именем Господь. Надо все до конца договаривать. У нас в армии служат, но на альтернативной основе. Без принятия оружия и присяги. А тогда дольше надо было вместо двух лет сделать четыре года, ухаживать за больными. Но что интересно, когда заявления наши братья подают в военкомат, их вообще не призывают. Вот и все. Ну а как же там? А в Афганистане зачем воевали? Там какая родина? Кто нападал на нас? Их тоже отпевают? А отсылали в другие места, в Алжир, на Кубе были. Это тоже все от Бога? Поэтому, когда церковь слепилась с мирской властью, а написано, дружба с миром есть вражда против Бога, церковь потерялась соль, потеряла силу. И поэтому она стала в посмеянии. У церкви православный рейтинг, то есть планка сегодня принижена до самой грязной лужи. Неправильно они кресят ладошкой по голове, все окрещен мокрой ладошкой. Посмотри, как крестили первые христиане. Я говорю, посмотрите, как крестят старообрядцы. У всех сектантов, у всех полное погружение. Но неправильно они кресят. Человека берут, допустим, баптисты, пересятники, вот стоит в воде и приситер его вот так на спину кладет. На спину, так никогда не крестились. Это положение во гроб. А в послании к римлянам написано, в смерть его крестились. А как смерть? Люди умирают лёжа. Но если бы в обыкновенного человека крестили, тогда бы, но во имя Христа крестим-то. И крестились во имя Господа Иисуса Христа. А Христос умер стоя. А положить так, это положение во гроб. Они этого даже не видят. Теперь относительно... Значит, надо погружение так его, да? Это не я говорю, это Писание говорит, Святая Библия говорит. Мы в смерть его, в смерть. А у баптистов, у пятистников, у них крестят в положении во гроб. А Христос умер стоя. Даже внешне неправильно. Дальше. Когда мы разговариваем с сектантами, это кроме православных, все сектанты, мы говорим, а что вам даёт крещение? Зачем вы крестите? Ну, обещание Богу доброй совести. Ну, начинает первое послание Петра, 3.15, считать. Хорошо. А где прощение грехов? Ну, в покаянии. Вот к вам зашёл человек. Я принял Христа, он умер за мои грехи. Я верую в это. Да прости меня, Господи. Я верю, что голговские страдания были за меня лично. Ты мой личный спаситель. Но он плачет, и вы его приняли. Брат он вам? Да, брат. А крещение-то зачем вам? Он прощённый? Да. Давайте посмотрим в Библии. Если по-вашему рассуждать, то нужно так, покайся для прощения грехов и крестится каждый из вас для обещания Богу доброй совести и получи дар Святого Духа. Но Деяние апостолов, 2.38, говорит совершенно наоборот. Покайтесь, запятая, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. У баптистов-писятиков нет прощения. Они говорят, ну, он покаялся. Я говорю, покаялся. Мы считаем 22 глава, 16 стих Деяния апостолов. Приходит Анания, епископ города Дамаска, и говорит, брат Саввул, что ты медлишь? Уже братом назвал. Что ты медлишь? Уже три дня. Встань и крестись, и омой грехи твои. Омой. А не на нём ещё грехи. Омой. Ну, надо Библию-то смотреть, нельзя добавлять. Почему в притчах Соломона, 30 глава, 5 стих, написано «Не добавляй к словам его, дабы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». А Откровение 21-27 написано «Учисть лжецов в озере огненном». Как можно так учить? А теперь, а младенцы ничего не понимают. Мы на это отвечаем так. А вы знаете, что Ветхий Завет – это был тень будущих благ. Где-то водитель ко Христу, как Павел говорит в послании к римлянам. Согласны? Все согласны. Хорошо. А Ветхий Завет прообразовал новый? Ну, да. Ну, допустим, мы считаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Иоанн Креститель говорит «Вот Агнец Божий берёт на себя грех мира». Вы в это верите? Все отвечают «Верим». Ну, раз верите, грех мира на нём был, значит, и мой там грех был. Ну, да. А люди-то как могут знать, что такое Агнец? Агнец Ягнёнок. Откуда ты знаешь, что это Ягнёнок был? Ягнёнок, которого в Ветхом Завете левиты приносили в жертву, он указывал на Христа. Все жертвенные животные указывали на Христа, на Его голговские страдания, на Его причистую кровь. Почему? Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Надо с этим согласиться. Не делами добрыми оправдываться, не законом, но благодатью, данной во Христе Иисусе. Согласны? Да, я говорю, теперь давайте смотреть. В Израиле, который для нас является прообразом, всё имело образ будущих благ. Наказание их было для нас. 1 Коринфян, 10 глава, 6-11 стих. Говорит, это были образы для нас, достигших последних веков. Для чего? Чтобы мы не были походливы на злое. Их там Бог убил, а нам это надо зарубить вот сюда, чтобы с нами, говорит, хуже чего не было. Хуже. Христос говорит, иди и впредь не греши, чтобы с тобой хуже чего не было. И мы говорим, Авраам уверовал. Он что делает? Бог даёт ему завет, обрезание. А почему именно ни ногти обрезать, ни нос, ни ухо, половой орган должны резать? Почему? Потому что там зачинается человек. Эти органы украшаем более всего. И это самое греховное зачатие. От грешника рождается грешник. 14 глава, 4 стих. Книга Иова. Кто родится чистым от нечистого? Точка. Не один. И об этом 50-м псалме говорит Давид. В беззаконии зачат я и во грехе родила меня и мать моя. Дети грешные? Да, грешные. А как же написано 1 Коринфянам 7 глава 14 стих? Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. А одна половина, говорит, верующая, и она приняла детей и к окрещению привела. Ответ один. Так там обрезали в каком возрасте? Восьмидневном. А что это было? Завет с Богом. Да какой завет? Восьмидневный ребенок. Тебе не надо рассуждать. Иначе ты поперек Божьей пути стал. Все обрезаны. А дальше написано, и душа, которая не будет обрезана, истребится. Но ребенка я не хочу, Авраам бы сказал. Должен предать смерти. Его не должен жить. Надо реально посмотреть. А обрезание на что указывало? В послании к Колоссинам Павел говорит, вы обрезаны, обрезание нерукотворенное, будучи крещеные во Христа. Обрезание нерукотворенное в Новом Завете и крещение. То есть, ну и в крещении восьмидневном возрасте и крестят. Почему? А ребенок грешный. А в грешной церковь святая непорочная. А ребенок должен быть в церкви. А церковь прообразовала ковчег Ноев. Откуда ты известным? Ну и с первого послания к Петру написано, так восемь душ спаслись. Говорит. А это был образ для нас. А Ной взял всех с собой? Всех взял. А ребенок ничего не понимает. Тебе не надо рассуждать. Бог повелел. Бог повелел обрезать. И не рассуждай. Иначе смерть стоит за плечами. Обрезание указывало на крещение. Это Павел сказал. Поэтому церковь крестит, чтобы ребенок не оказался вне церкви. А что? Далее надо учить его. Еврея надо учить и учить христианина. Это уже христианин. Церковь – это корабль. В корабле были все. И в церкви должны быть все. И много раз говорится, уверовал стражник и весь дом его. И крестился он и весь дом его. Что, все бездетные были? У них детей было много, как у мусульман. И везде, где говорится всем домом, сектанты говорят, а там детей не было. На каком основании? Никакого нет. Что детей не было, это редкий случай был. Редкий случай был. И поэтому весь дом церковь принимает, крестили все и легко понять. Если в крещении омываются грехи, а ребенок рождается в грехах, я показал вам, где в беззаконии защит. Ясно, что он должен быть омыт. Вот и ответ вам. И следующий у вас был вопрос о тысячелетнем царстве. А почему мы спрашиваем о тысячелетнем царстве? Христос не учил. Такое важное событие пропустил? Ни один апостол не учил. И только в книге таинственной «Апокалипсис», «Откровение Иоанна Богослова» говорится о нем в 20 главе один раз. Почему? Явно, что об этом Христос говорил под другим названием. «Да приди, царствие твое». Он говорил о царстве. А что такое тысячелетнее царство? Слово «тысяча» означает «много». Падут под тебя тысячи и десяти тысяч одесную, девяностый псалом. И благословен будешь тысяча родов. Тысяча родов никогда не будет. Сейчас только семь с половиной тысяч лет, и мир стоит на грани уже окончания. А тысячу родов – это минимум 25 тысяч должно быть. Значит, много. И теперь это, говорит, смерть вторая. А здесь блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Так а сколько же воскресений? Почему Христос не учил о двух воскресениях? Потому что мы должны понимать, книга духовная. Откуда это знаем? А вот откуда. Третья глава, считаем, Бытиев. Адам вкусил, написано, и умер. Было сказано, дерево познания добра. Вкусишь, смертью, умрешь. Смертью. Адам умер или нет? Если он не умер, значит, заповедь не имела смысла. Если умер, почему он дальше жил? Значит, умер душою. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 2 глава, 5 стих. И нас, мертвых, по преступлениям, по преступлениям оживотворил. Евангелие от Луки, 15 глава. Когда явился сын блудный, отец говорит, сын мой был мертв и ожил. Ожил. А теперь за столом сидит. Где первая смерть? Смерть в согрешении. Где первое воскресение? Воскресение от греховной жизни. Когда ты уверовал. И вот тысячи лет продолжается воскресение. Кто уверовал, ты воскресший. А тела воскреснут в один день. В последний день. Я воскрешу его в последний день. Слово, которое я говорю, 12.48, Иоанна говорит, оно будет судить, это суд Божий, в последний день. Кто будет есть плоть сына человеческого, 6 глава Евангелия от Иоанна, 54 стих. Того я воскрешу в последний день, то есть верующих. А баптисты, пятидесятники, они воскрешают за тысячу лет. А в году 365 дней. Они ошиблись на 365 тысяч дней. Ну нет, я это понимаю, что вы говорите. Я это, ну, прослушал ваши лекции. Просто у меня там возник вопрос, что они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Ну как, человек ожил примерно от грехов там 20-30 лет, потом умирает. А там говорят, что он не умирает, а царствует с ним. Как это понять? Я объясняю вам, я объясняю вам, как. Слово «тысяча» означает много, это две тысячи. Тысячелетнее царство началось на Голгофе. И написано, и был связан дракон на тысячу лет. Нам нужно узнать, а когда он был связан? Связан на тысячу лет. Вот связал его, и началась тысячелетняя эра. Где? Послание апостола Павла к евреям, 2 глава, 14 стих. «И как дети причастны плоти и крови, ты и он воспринял оное, дабы смертью своей, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Где? Там. И когда мы считаем об этом, в Евангелии от Матфея написано, кто может войти в дом сильного и расхитить вещи, если прежде не свяжет? Христос сходил в преисподние места. Петр говорит, 4-6, второе послание. 4-6. Значит, сходил Христос туда? Сходил. Если бы он не связал, никого бы не вывел. Он опустошил ад. Вот понимать, как надо. Тысячелетнее царство связан, он не имеет силы. Он начался этот период со времени смерти Христа, и будет до пришествия Христа, за 3,5 года окончится. И короткое время, 3,5 года, когда церковь пойдет в страдание время эпоха Антихриста. 42 месяца. Времени, времена, половремени. Времени год, времен плюс 2, и полгода 3,5. 3,5 года. Как он во всем будет подражать Христу, как и Христос, выйдя на 33-летний и дальше 3,5 года. То есть он во всем подражает ему. И мы должны понимать так. Кто говорит, что церковь не будет страдать, это лжецы. А не церковь приготовляет катастрофу. Христос говорит, что ради избранных сократятся. А что сокращать, если их нету? Ради избранных. А теперь явится Сын Божий, говорит, и мы будем восхищены в Сретении Ему не за тысячу лет, а именно в Его пришествии. Трех пришествий нет. И во второй раз явится для, и написано, для Суда Божия. 9,28 послание к евреям. Никаких трех воскресений не будет. Это ложь. Первое воскресение духовное и второе всеобщее. Всеобщее. А почему? Очень просто. Господь говорит, оставьте расти вместе плевел и пшеницу до жатвы. Жатва кончина века. Плевелы грешники, пшеница праведники. До жатвы. А не за тысячу лет раньше пшеницу вырвать. Да и то, говорит, не пшеницу раньше вырвать, а прежде соберите плевелы. Все перевернуто у сектантов. Все. Почему? Пресвитер вам не говорит, он безграмотный. Он маловерующий, совсем может не верующий. В церкви православной все четко, тысячу лет толкования стоит. А тут сколько голов, столько умов. Ты, Ваня, ты, Маня, как понимаешь. Сегодня считают 21 тысяча сектр разных. И что, все с Богом? Особенно сектанты. Вот это говорение языков, это совершенно не от Бога. Не от Бога. Я среди 50-ников обратился, мне очень близко это. Я не имел языков, но в их доме. А почему? А вот почему. Легко узнать. В духе пророческой повинуется пророкам, у них не повинуется. И если нет толкователя, молчи, молчать не могут. А если есть толкователь, два-три говорить, и этого не могут. То есть ничего нету, не сходится. Нету. И дальше он вразумляется, а тут только оглупляется. Глупое-глупое. У 50-ников очень свирепцует грех блуда. Ни в одной секте столько блуда нету. Как у православных пьяниц. Мы должны правду сказать однажды. Хорошие они 50-ники, но они не церковь. Потому что церковь там, где есть епископата подпросовских времен. И Дух Святой сходит через них. Это восьмая глава Деяния апостолов. Когда услышали, что в Самаре люди обратились, Петр и Иоанн встали и пошли. Зачем они пошли? Мобильный телефон еще не работал. Не работал. Но они знали, Дух Святой не сошел. И пришли и возложили руки. Они знали, там был Филипп. Филипп это не апостол, дьякон. И семи избранных там кормить надо было. Дух Святой сходит через это. Они рукоположили епископов, те и следующие, хиротонии называется. А мы тоже рукополагаем. Это самозванство. Сектанты прообразованы в Ветхом Завете. Книга чисел, 16 глава. Дафана Верона Кореи. Они тоже решили быть отдельно, образоваться. Это единственный раз в жизни было. Живьем ад поглотил их. Это все сектанты в это попадают. Это прообразование сектантов. А мы отдельную церковь сделаем. Это не церковь. Это секта отдельная, ересь. Это вы только задали 7 вопросов. А вы можете задать 77. И ни одного толкования правильного нет. А спроси, когда они начались. Они начинают крутить сразу. Ну, определенно скажите. Баптисты в 1609 году первый человек. В 1639 первая община в Рождестве в Англии. А 50-ти это вообще уже в 19 веке. Да в 50-ти разделились на сколько групп. Сейчас харизматы. Там ползают, лают, кричат. Это без снования. Дух Святой где-то там, говорит, порядок. Там щинность, свобода. Ну, это я, короче, понятно мне. Более-менее понятно. Остальное, это я у вас там в сайте читал. Ну, там о тысячелетии. Ну, а это насчет Йосипова, что говорит, что надо брать оружие. Он говорит, что это даже такого надо, чуть не еретика, считай, что он из любви к человеку должен его защищать оружием. Как насчет этого его учения? Не надо говорить, я же вам объяснил. Враг голоден, накорми его. Другого нам не дано. Оружие воинственного нашего, Павел говорит, не плотское, а против духов злобы поднебесной. Он не считал, он не знает этого. Зачем на него смотреть? Я вам показываю местных десанин. Он учит всех, ну, например, учит эти священники с таким учением и учат. Вот в этом вопросе он не правил. Вот этот патриарх благословляет, вот на Сире благословил, на Украину благословили идти убивать оружие, там сердца детям освящают водой. Но это мне никак в голову не сходится. Если православие истинное, тогда почему обманывает народ? Вот люди тысячи гибнут, куда попадают? А они потом в смех отправляют в рай. Смотрите, а куда люди идут от сектантов? Пятьдесятников, тоже тысячи, а вне церкви, а вне церкви нет спасения. 2.47, говорится, Господь прилагал спасаемых к церкви, не к сектам. Ну, еще тут непонятно. Одни так обманывают, другие так. Но что патриарх благословляет воевать на Украине, этого не было. Этого не было, это обман. Никто не покажет. А вот смотрите, а там патриарх, который в Украине, тот ездил в Америку, выпрашивал оружие, филарет. Вот, действительно это было. Ну, а куда с русскими воевать? А что тут патриарх? Этого нигде нету, не в интернете, это выдумка. Это выдумка. Ну, а благословить, может быть и благословить, но этого нет нигде. Поэтому я боюсь так сказать. Ну, если наш патриарх, припустим, благословляет, значит, он в этом учении, что надо, то есть, христианам воевать. Да, да. То, что вы говорите, это новые учения вообще в православии. Это все меняет. Как говорится, ну, это просвещение, как вы говорите, это действительно просвещение по Евангелию. И, может, Бог вас и воздвинул, это в последнее время вразуметь, эту православие. Ну, не знаю, они это примут или не примут. Наверное, они этого не примут. Это тяжело. Но, человек не имеет, а говорит, будут слушать или не будут, а ты говори. Если ты не вразумлял, он умрет, а его кровь я с тебя взыщу, языки или 3.18. А если ты ему говорил, а он не послушал, он погибнет, а ты чист от крови его. Вы понимаете, у нас была одна женщина, хотела принять водное крещение, и ей приснился ангел, что ее погружал, как вы говорите, ну, так вниз погружал, а не так, как, ну, зад умирать. Вот у меня, поэтому этот вопрос возник насчет этого. Ну, а теперь вы сказали, подтвердили, что надо так крестить, погружать, а не падать на Бог. Так, теперь вопрос к вам. Вам сколько лет? Мне 63. Мне 76. Почему вы без бороды? Зачем вы это делаете? Это образ Божий. Совершенный человек Христос. Он был с бородой, и в ваших книгах он везде, вы видите, с бородой. Апостолы с бородами. И когда у Давида услуг полбороды там отбрели, он не запустил в Иерусалим, а говорит, живите в проклятом городе Иерихоне, пока не отрастут. А мы идем в небесный Иерусалим. Зачем по стихиям мира? Это не по Христу. У меня был журнал, Баптист назывался, Баптист. Большой журнал такой, ну, по формату. 1910 год. И на первой странице сидят молодежь баптистов, все до одного с бородами. Давно ли это было? Ну, у нас, как говорится, в церкви не принято так. У нас так. Ну, православных тогда объясняет. У нас не принято оружие не брать. Поэтому берем и идем на Украину убивать вас. Но я разве могу так сказать? Вы не на это смотрите, а как в Святой Библии написано. В малом неверен, над многим неверен. На кто поставит? Над многим. Борода дана мужчине. Что, у вас в семье две мамы? Это блудодейная ересь, протопоп по вакууму говорит. Должна быть борода. Все апостолы с бородами. Пророки с бородами. А вы на кого похожи-то? В 60 лет, как яйцо облупленное. Не бери в руку больше бритву. Выбрось ее. У нас не принято. А ты первый начни. Апостол Павел говорит, пересчитает в Ахае первый начаток. Ты будешь начатком. Ты открой, возьми, пойди иконы посмотри. Гюставо Дарре картины, иллюстрация Библии. Все с бородами. Без бородок не было. Их не было. Их просто не запускали. Даже в Иерусалим не запустил Давид. А Давид праведный был. И они сидели, вымеряли, какая борода. И что интересно, когда Дина, дочь, была изнасилована, написано, она была обесчещена. А когда бороды сбрели, написано, очень обесчещены. Отсюда вывод, как Дух Святой говорит, это хуже изнасилования. Вы сами себя насилуете. Зачем это нужно? Ну покажи, что ты не тряпка, не подкаблучник. Это мужья бреют бороду, это подкаблучники. Жена командует. Все кончено. С сегодняшнего дня встреча уже нам дала новый заряд. Нет? Да. Еще один вопрос, можно? Можно. Ну, Мария, например, Мария имела детей своих после Христа или нет? Нет. Она прислала. Говорят, что она не была даже и Йосиф Муши, а просто обручник. Он хранил ее. Он хранил ее. Говорят, что имела, и были дети, и там еще там вспоминают. Суидмудрия сектарская. Католики, православные, которые имеют рукоположение, Григорияна Армяна, и Копта, и Сирийцы. Все знают, сохранилось ее житие. Она жила одна, ее Иоанн охранял. Иначе бы Христос на Христе сказал, живи с детьми. Зачем ее Иоанну-то передал? Иоанн-то ей не сын. Потому и передал, что она была без... уже никого не было родственников. Что тут непонятно-то? Она дева. А если бы это знамение было 7.14 пророка Исаии, а если она так и дальше родила, знамение-то какое-то? Любая женщина такая. А она дева. До рождения, в рождении, после рождения. Это знамение. Считайте Исаия 7.14. Ныне родился нам Спаситель, Отец Вечности. Дева отныне. Дева примет и родит. Примет. А от кого? От Духа Святого. Да как? Кто бы посмел к ней прикоснуться? Даже просто. Даже к картине Рембрандта никто не прикоснется. Где она нарисована? К картине Рафаэля не прикоснуться. Сексинская Мадонна. А то бы живой кто-то прикоснулся. Срам один даже говорить это. Другие говорят. Да говорят иеретики. Это люди-то имя христианское носят, а сами не в церкви. Церковь там, где апостолы рукоположили епископат. Понятно. Ну что? Спасибо вам, что время нашли поговорить, потому что вы очень занятой человек. Я слышал все время кто-то говорит, кто-то... Пусть вам Бог даст больше еще крепости, хоть до ста лет говорить, просвещать народ, потому что сейчас такое время очень тяжелое. Сейчас обман такой кругом идет, всех завлекает, обманывает и... Ну, сами понимаете, что... Что бы открыть глаза, хотя бы миру. А то я слушал там передачу одну. Сегодня я слушал. Там идет один и спрашивает. Вот праздники наши христианские. Говорит, молодежь сидит. Вам нужен Христос? Нет. Вам нужен Христос? Нет. А оказывается, все православные или католики? Ну, какой только он принадлежит, а молодежь говорит, им не нужен Христос. Понимаете? Вот в чем здесь парадокс. Я сегодня этот ролик смотрел как раз. Это сегодня я смотрел его. Он говорит, не Христос, а Иисус вам нужен? Они парень с девкой сидят. Православные никогда этого не спросят. Нужен Христос? Я девку обнимаю. Зачем Христос встретит? Он даже не знает. Нужен ли Иисус? А дальше говорит, а есть ли у вас какая мечта? Второй вопрос он задает. А слово мечта имеет только негативный смысл. В Библии ни разу не встречается, чтобы мечта была положительна. Это мечтатели, это плохие люди. У нас нет мечты. Он спрашивает, это неверующий человек. И такие же люди сидят. Никакие они не православные. Иисус тебе нужен? Да что, это игрушка какая? Собутыльник какой? Православный человек так не задастся. Сказать, а ты знаешь что-нибудь об Иисусе? А то нужен, не нужен. И начнет свидетельствовать. Говорить о Боге, о грехе, о страшном суде. Да. Ну хорошо, спасибо. Пусть Бог вам даст. Счастья имена. Да, посмотрите, я вам сейчас скину наши ресурсы. Вы на YouTube заходите, неделю через полторы этот ролик будет стоять. Наша беседа. Хорошая беседа была. Я вас благодарю, что вы пришли. Да, хорошо. Вы на Украине живете, передайте, что мы русские. Мы не разделяемся никак с ними. Это один народ. Это сатана разделил. Мы по Украине, по Крыму два года назад с благовестием ездили. Мы дошли до Лиссабон, от Владивостока. Прибалтику и Скандинавию прошли. На Украине нас как родных и близких встречали. И в церкви там пришлось проповедовать, везде говорить. Мы знаем. У нас у всех жены украинцы. Так у меня русская. Это все украинки-то. И никогда не разделялось. Это один народ. Одна вера. Но там сильно повлияло это окатоличивание рядом. Они приезжают сюда, попы бритые, да вот такие, прямо неприятно. У нас-то тут вера крепче держится. Ну и вот видите, вы тоже бритые-то. Ну с Богом-то да. С Богом. С вами вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok